Вот то, что мы сейчас видим, это было построено всё новое, кресло новое, звуковое оборудование новое. Татьяна Михайлова с гордостью показывает большой зрительный зал Центрального дворца культуры. 20 лет работает в ЦДК и знает о нём почти всё. После реконструкции в 2008-м дворец не теряет своей привлекательности. По итогам года Щелковский ЦДК вошёл в топ-10 учреждений культуры Московской области. Быть в первой десятке из 247 учреждений культуры – волнительно и приятно. Какие у нас кружки, как мы встречаем, как мы провожаем, как мы любим наших всех – и детей, и взрослых посетителей, и гостей. И всё это было в независимой оценке качества. К любой задаче в ЦДК подходит исключительно творчески. Даже новогоднюю ёлку в зале с колоннами каждый год наряжает по-новому. В этот раз она украшена шарами с металлическим отливом, как и волшебный бык – символ предстоящего года. Особого внимания заслуживает большая сцена. Её полюбили звёзды эстрады Валерий Реонтьев, группы «Пикник», солисты московской оперетты, пианисты Юрий Розом и артисты столичных театров. На ней играл Дидье Моруани. Эффект полного погружения в действие создаёт световое оборудование, управляемое электроникой. Одних только канатов здесь 10 штук. Они необходимы для того, чтобы опускать и поднимать оборудование, чтобы это представление было незабываемым. Ещё одно неоспоримое преимущество Щёлковского ЦДК – детская учебная сцена. На ней есть всё – свет, декорация, музыка. Делом займись! Ну что мне делать? Одни без денег вокруг! Я-то что! Учимся по Станиславскому, как и все, наверное, театральные коллективы. То, что нельзя увидеть на сцене, закулисную жизнь, репетиции, награды с конкурсов, появляются в интернете. Сегодня цифровые технологии остаются единственным средством общения артиста со зрителем. Социальные сети мы, конечно, стараемся поддерживать в интересном формате. Насколько у нас это получается, не знаю. Всё-таки нам важна оценка жителей. И, кстати, пользуясь случаем, хочу попросить наших жителей давать нам больше обратной связи. Дворец культуры с нетерпением ждёт снятия ограничений на массовые мероприятия. Высокий рейтинг, как знак качества, гарантирует своим посетителям хорошее настроение. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Валерий Жеглей. Щёлковское телевидение.